Вечерняя Фиртесовая продолжает экспертное мнение. В студии работают Алла Горбатенко и я, Светлана Мартынюк. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники, которые по долгу службы призваны охранять и защищать природу. С нами на связи Василий Сотников, начальник государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды. Добрый вечер. Василий Васильевич. Добрый вечер. Здравствуйте, Василий Васильевич. Мы поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. И вот, знаете, мы когда писали сценарий для нашей программы, вспомнили фразу «Наша служба опасна и трудна и на первый взгляд как будто не видна». Да, я понимаю, что это не к вашей службе относится, но последние слова, мне кажется, вот обычные люди не понимают, чем занимается экологическая служба. Не задумываются, откуда берутся у нас чистые леса, берега, да, что у нас нет мусора на улицах. Откуда рыба в реке берется, да, пополняется каждый год, мусорные свалки куда деваются. Ну, то есть, ну, непонятно обычному гражданину, что делает экологическая служба. Наверняка мы не весь список того, чем занимается ваша служба, сейчас перечислили. Знаете, хочу и вам сказать, уважаемые ведущие и телезрителям, вот, и также и нашим сотрудникам, о том, что наша служба, как вы правильно сказали, она в большей части не видна. Но все-таки она носит очень серьезный характер, и я думаю, что будущее с требованиями экологическими, почему? Потому что, что такое экология? Это взаимоотношение, это не просто говорится слово «экко». Мы все знаем, экология – это что-то чистое, что-то… Это взаимоотношение человека с природой, это целая наука. И если не соблюдать основные принципы экологические, то мы будем иметь с вами загрязненную реку, которую вот мы видели буквально месяц тому, мы видели коричневая река. А почему? Потому что одна из станций на Украине, она сбрасывала, наша повторила это, сбрасывали. Почему? Потому что необходимо было добывать электронегию, увеличить мощности. И это приводит к тому, что с нижней части Биэфа забирается та вода, которая уже отстоялась. Вот это не соблюдение экологических требований. С другой стороны, мы имеем, почему не чистую реку? Сегодня, вы знаете, санэпиднестанцы предупреждают, что купаться не запрещаем. Купаться не запрещаем, но все-таки соблюдайте, воду не пейте. Я почему? Потому что мы имеем еще ряд и в нашей части Бриднестровья не так уж серьезно сделанные очистные сооружения. А со стороны Молдовы, а также в Сороках и украинские села, практически они не имеют очистных сооружений. В наших районах требования очень серьезные, но нет средств, не выполняются те же экологические требования. Вот вы сейчас говорите, в принципе, о том, что не зависит от человека. Вы сказали об осадках, которые где-то выпадают. Но то, что зависит от человека, что делает наша экологическая служба для того, чтобы все у нас было в порядке. Сколько денег ежегодно выделяется на того, чтобы поддерживать Днестр в нормальном состоянии, для того, чтобы леса у нас высаживались и поддерживались. То, что делает экологическая служба, конечно, прописано и в ее основном положении государственной службы. Но хочу уведомить вас и гражданам о том, что сегодня мы имеем ряд программ экологической направленности, где выделены серьезные средства. Первая программа – это восстановление дубравов, вы знаете. Она уже имеет третий этап. Это очень серьезная программа. Было обследование. Вырубаются перестойные дубравы. И восстанавливаются дубы. Я думаю, что данная программа, она носит не только характер для Приднестровья, чтобы восстановить какой-то либо участок, а о том, что дубравы – это просто серьезные насаждения в части приношения технического древостоя. Ну и, соответственно, дуб растет у нас не как Акация 15-25-30 лет, а он все-таки произрастает, если у нас здесь экземпляры, до 500-600 лет. Ну, допустим, будет расти 200 лет. Сколько каждый год государство тратит? Государству на данную программу ежегодно выделяется около 700 тысяч. И за свои средства также предприятие Приднестровья лес обязано дополнить за счет прибыли еще 300 тысяч. Итого миллион ежегодно. Это серьезные деньги. Кроме этого, есть программа озеленения мест, она действует, и выделено около 600 тысяч озеленения промышленных зон вокруг городов и населенных пунктов. Это закупка посадматериала. Ежегодно в осенний-весенний период закупаются посадматериалы, высаживаются миллионы саженцев и сельцев. Кроме этого, вы знаете, что очень серьезная программа, серьезный вопрос стоит о захламлении участков Малых рек и реки Днестр. Также выделены средства около 450 тысяч, выделены для того, чтобы очистить данные места рекреционного назначения. Кроме этого, в этом году выделены средства для очистки битомосодержащих. Вы знаете, очень было резонансное, такие вопросы, это ближний хутор недалеко от города Террасполя. Было предприятие, которое перерабатывало битомосодержащие продукты. И практически 17 гектаров земельного надела, они были покрыты данными отходами. Выделено около 600 тысяч на сегодняшний день. И первый этап уже прошел, они окучены и будут вывозиться в места временного хранения. Поэтому для нас очень важно, чтобы данные мероприятия проводились. И я думаю, что чище будет наша земля, чище будет именно Приднестровье. Смотрите, вы перечислили прям вот очень много программ, надо калькулятор перед собой иметь, чтобы посчитать это все. А общую сумму можете назвать, сколько государство ежегодно тратит из республиканского бюджета на экологические? Здесь цифра не секретная. Экологический фонд собирается с тех платежей, которые предприятия, индивидуальные предприниматели. Собирается около 20-24 миллионов экологических платежей. Экологические программы расписываются в районные. То есть местные экологические фонды имеют, ну примерно так, год на год не приходится, примерно где-то около 16 миллионов. В том числе и 6-7 миллионов имеет республиканский экологический фонд. Вот в этих экологических фондах ежегодно расписываются все мероприятия именно природоохранного назначения. Я вам назову только одно, по городу Терраску, по городам. Да, включаются мероприятия по несанкционированным свалкам. Это очень важно, которые, вы знаете, по городам еще есть. Жители наши не всегда выбрасывают бытовой мусор и строительный мусор в те места, которые родили, но обрасывают просто несанкционированное. У нас фотоловушки ловят до сих пор, да, сейчас вот тех нарушителей, которые не понимают, где свалка, а где нельзя. Да, выбрасывать и кидать. Но все равно свалки нет. Есть такие тоже, есть экологическая милиция, и мы также задерживаем, но мы составляем протоколы только в ненаселенных пунктах. А вот какие суммы бюджет тратит на ликвитацию вот этих стихийных свалок? Вот, может быть, сейчас люди услышат, и просто им станет стыдно, что такие деньги государство тратит именно на то, чтобы убирать за ними. Я вас понял. Значит, я хочу вам сказать, что здесь поставлено и президентом, и премьер-министром о том, чтобы правительством вопрос очень серьезный. С несанкционированными свалками и местами временного хранения. У нас в республике около 70 мест временного хранения. Что такое места временного хранения? Это примерно кисканы имеют свою мини-свалку, так назовем, место временного хранения. Мы понимаем, что это такое. Дали разрешение, и они соблюдают, где-то не соблюдают. Но, в принципе, это место хранения превратилось в свалку. Она не охраняется. Там и животные, и дикие, и домашние животные, и за метроволомом искатели. Разные. В принципе, стоит вопрос один. Необходимость определенное время для ликвидации этих временных хранений. На это тратятся тоже средства. Кроме этого, в городах и поселках, как я уже ранее сказал, есть места, куда жители наши сваливают мусор строительный и бытовой. На это средства, примерная сумма, тратится около 3-4 миллионов рублей. Это огромная сумма. Это огромная сумма. Почему? Потому что здесь необходимо задействовать специальную технику. Необходимо убирать, необходимо вывозить. И когда это не специализированная организация, нанимается техникой, ее нужно было взять, особенно строительный мусор. Поэтому данная работа также ведется. Почему? Потому что у нас еще нету государства, вот примерно, места для хранения строительного. Ломается дом, а там есть и кирпич, и дрова какие-то. Нету такого. Поэтому приходится вот с этим. Жители выбрасывают для того, чтобы им вывезти необходимую сумму денег. Но я думаю, что все-таки мы придем к этому, что нужно все-таки и экономить, и вот эти средства пошли бы на иные цели. То есть у нас даже в городе Терраспоре необходимо улучшать состояние воздуха, состояние там тоже речушки. А мы тратим просто средства для уборки мусора. То есть получается, этих денег не хватает, да, экологического фонда, чтобы решить все проблемы, которые у нас есть? Хочу сказать откровенно о том, что на сегодняшний день нет, не хватает. Почему? Потому что большая часть средств, примерно 70%, тратится на восстановление необходимой хоры и фауны в городах. То есть цветочки, полив, сенокошение, уборка деревьев. Это все прописано законодательно, это разрешено. И вот эти средства тратятся, большие средства, закупка посадматериала, специальный строй. Ну нет практически специальный строй, который бы закупается посадматериал. Поэтому эти средства не тратятся на мероприятия, которые улучшали бы обстановку, а тратятся именно, ну, пока так. Василий Васильевич, вы упомянули вот такие незаконные свалки вокруг городов. И я вспомнила момент, да, вот еще, не знаю, ну, наверное, лет 7 или 10 назад, вот вокруг Террасполя, даже за балкой, свалкой, которая вот каждое лето горела. И этот дым весь на город, да, потому что вот люди, да, не потрудились довести мусор до организованной свалки. И потому там это все вот горело. Сейчас вроде бы мы ушли от этой проблемы. Это ведь тоже Ваша работа и заслуга Вашей службы, что вот за какой-то определенный период, в принципе, от этой проблемы, ну, вот, по крайней мере, вот уже не было, да, что вот такой столб дыма, да, и полностью весь город заволокло, потому что горит свалка какая-то вот незаконная рядом с городом. Уже от этого ушли? Конечно, я хочу Вам сказать, что улучшилась немножко техническая база. Сегодня мы имеем не только технически устроенный автомобильный и водный транспорт. По сравнению с тем, когда мы имели одну диву, сегодня мы практически каждый инспектор, вот, имеем около 16 транспортных средств, которые обеспечены, они обеспечены и обмундированием. Поэтому сегодня мы можем гарантировать и говорить о том, что мы обеспечиваем охрану природы, да, вот, но и если приходилось нам составлять протоколы, они были гласные, там штрафы очень серьезные. Я думаю, что население практически осознало о том, что не нужно этого делать, поджигать, вывозить данный мусор, его уменьшилось. Но все-таки есть вопросы. Уехав отсюда недалеко, от Тираспора, километра три, мы увидим еще на дорогах, лесополосах. Поэтому мы стараемся, мы уже имеем и видеорегистраторы, мы имеем уже фотоловушки, которые устанавливаем. Так что методов найдется. Вы же видите, по городу даже без ремня едешь и уже штраф. Поэтому я думаю, к этому тоже придется. Василий Васильевич, еще вопрос. Что было бы, вот, можно представить, если бы вашей службы вдруг не стало, и государство перестало выделять средства на экологию? Вот вы можете себе представить картину, что станет с нашей республикой? Я могу себе представить, я не побывал в этих африканских странах, но я их вижу, и вижу эту... Я был на реке Нил. Я видел реку Нил. Я бы не хотел, чтобы наше прекрасное Приднестровье, ну, и река Днестре, которая начинается с прекрасных гор Карпат Украинской, превратилась в реку Нил. И на этом поприще, когда люди бы собирали эти бутылки, она была захламлена. Поэтому не думаю, что государство даже, я думаю, что может быть, и не исключаю, ограниченное количество средств, но сегодня общество настроено совсем иначе. Вы видите, в течение буквально 5-7 лет, я хочу сказать, очень серьезно, экологическая общественность, экологические программы есть, которые сюда, и население, и сбор мусора, и посадка деревьев, и правительство постоянно. Она в этом участвует. Вот, члены правительства. Вы начали сортировать мусор потихоньку, да? Поэтому уже совсем иное вырастает поколение, которое понимает, что здесь необходимо жить, и будущее их детей, и необходимо беречь данную природу. Ну, что это основа из основ. Если мы не будем беречь природу, она нам все-таки отомстит. Василий Васильевич, спасибо вам большое, что вышли с нами на связь. Мы вас поздравляем с профессиональным праздником. Я вам хочу поздравить всех гражданин, потому что каждый гражданин, он не может быть активным участником по строительству, по медицине, но экологом он обязан быть. И всегда они участвуют и прекрасно знают о том, что если немножко пошел дым, значит экология плохая. Поэтому хочу пожелать всем гражданам участвовать всегда во всех программах. И пожелаю здоровья нашим сотрудникам, инспекторам и благополучия мирного неба. Спасибо большое. С нами на связи был начальник госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды Василий Сотников. В эту пятницу и субботу на Тираспольской грибной базе пройдет президентская регата. Это уже стало традицией, когда на лодках-драконах соревнуются люди разных профессий. У нас в студии представитель администрации президента Александр Березовский. Добрый вечер. Добрый. До студии разразился спор небольшой, потому что мы друг с другом пытались выяснить, сколько уже произошло таких соревнований и какие по счету вот эти соревнования. То есть в который раз мы уже упоминаем, что на лодках-драконах люди выйдут на воду. Всего у нас в республике прошло 4 состязания на лодках класса дракон. Это будет пятое соревнование. Причем из этих четырех, которые прошли две, это была регата «Семья президента за здоровый образ жизни» имеет статус республиканского мероприятия. И два соревнования городского уровня. Это гонки, которые приурочены ко дню города Бендеры. И собственно вот эта вот регата президентская будет третья по счету вот республиканского уровня соревнований. Ну вот насколько мы помним, СМИ всегда освещают эту регату. И с каждым годом, ну так вот я на памяти, с каждым годом участников становится больше. В прошлом году, по-моему, около полутора тысяч было участников. И вот не помню, сколько команд. Я могу сказать. Значит, в прошлом году участвовала 41 команда. Учитывая, что в экипаже в полном составе, с учетом рулевого и двоих запасных, насчитывается 13 человек, вот можете умножить. А в этом году участвуют 54 команды. Ого, еще больше. При том, что хочу отметить, что в этом году у нас, кроме увеличения числа команд, у нас увеличилось количество групп, которые представляют эти команды. То есть у нас впервые в нашей республике участвует такая группа, в которой состязаются чисто женские экипажи. Я думаю, что самая жесткая борьба развернется именно так. Я думала, что самое зрелищное вы сейчас скажете. Да, да, я тоже думаю, что это красиво. Думаю, что зрелищное. Давайте признаем. А женские команды из одной организации или просто подбирали женщин из разных организаций? Это разные организации, команды которых решили выставить не только экипажи смешанные, где мужчины и женщины, но и чисто женские экипажи. А вот к этим спортсменам, я не знаю, можно ли так назвать, потому что все-таки регата, наверное, все-таки больше любительская. Да, но в этом году, учитывая объективную популярность и массовость, которые могут позавидовать многие государства, даже большие, где этот вид спорта уже давно культивируется, в этом году у нас официально утверждены правила наши, но они соответствуют международным правилам, и утверждена классификация присвоения спортивных разрядов и званий. И уже у нас есть гребцы, которые имеют спортивные звания именно по гребле на лодках класса дракона, это кандидаты мастера спорта и есть мастера спорта, вот я один из них. Подождите, сейчас вот нужно подробнее рассказать. Поэтому это вид спорта. Потому что, подождите, я правильно понимаю, что несколько лет назад это было соревнование, где женопники сняли пиджаки, не знаю, предприниматели сменили галстуки на футболки, пришли кто-то там, я вот даже в самой первой регате участвовала команда ТСВ, и вот да, действительно, во время отпуска, ну вот, не знаю, месяца полтора-два у нас заняла подготовка нашей команды. Да, но я имею в виду, что вот это был любительский спорт, никто не готовился. Как так получилось, что из гонок для любителей это стало спортом и, я скажу, наверное, увеличением для жизни, потому что в течение всего года происходят тренировки, я правильно понимаю? Во-первых, тут есть немножко непонимание терминологии, потому что он и остался любительским видом спорта относительно до недавнего времени, и Олимпиада была представлена, Олимпийские игры были представлены спортсменами-любителями, туда не допускали спортсмены-профессионалы. То есть спорт есть любительский, есть профессиональный. А гребля на лодках класса дракона остается любительским видом спорта. Возможно, когда-то в недалеком будущем она будет иметь и профессиональные разделы, просто потому что вырастут эти профессиональные спортсмены, например, из числа воспитанников училища Олимпийского резерва, которые также участвуют в нашей гонке, но пока не являются любителями, потому что у них нет опыта, как и у многих других, чтобы стать профессионалами. Но все впереди. Почему такая массовость и так стремительно у нас развивается этот вид спорта? Во-первых, он очень доступен, в первую очередь физически. То есть, если вы обратите внимание, очень много команд, где средний возраст экипажа, там 40 плюс и выше, ну то есть старше 40, иногда очень даже хорошо старше 40. Многие приходят из других видов спорта. Кто-то вообще никогда ничем не занимался. То есть вот если, допустим, я спортсмен, у меня есть уже приобретенные травмы различные, и все, я сел в лодку, я как будто бы начал спортивную карьеру, так скажем, с нуля. Все мои травмы остались за бортом. Здесь работают совершенно другие мышцы, другая физика. И я могу делать то, что вот в своем виде спорта, в рукопашном бой, я уже как бы делаю очень ограниченно или не делаю вообще. Поэтому он дает вторую жизнь тем, кто влечен спортом. То есть открывает какие-то новые возможности для организма. Поэтому очень много людей как бы и уже в среднем, и, так сказать, в старшем возрасте имеют возможность заниматься этим прекрасным видом спорта. Во-первых. Во-вторых, это вид командный. Сложно представить более такой вид спорта, где чувство команды, единство вот этого всего организма, экипажа так важно. Я не знаю, где еще так. Потому что вот иногда даже бывает, что в процессе тренировок мы все служим, там работаем, у кого-то не получается прийти на тренировку, мы меняемся там местами, кто-то садится новый. Все, сразу впереди или позади другой человек, даже если он умеет грести, да. Все, все идет не так, потому что ты привык к человеку, который впереди себя, а сзади сидящий привык к тебе, и ты привык к нему. Это постановка весла, наклон тела. Это прям один организм, вы так рассказываете. Все. И все 10 человек с обоих бортов должны вести себя одинаково, грести в такт, ни быстрее, ни медленнее. И дышать, наверное, одновременно. Все, все. Это все единый организм. И знаете, вот хочу сказать, что многие участники, особенно новые, переживают, что где-то в лодках есть спортсмены, которые приходят из других видов гребли. Вот я хотела задать вопрос. Очень опытные именно в своих видах гребли. И по этому поводу возникает переживание. Да, конечно, есть такое понятие, как чувство воды, там, гребцов, все. Но, во-первых, лодка дракон – это другая совершенно работа. Даже у каноистов работа иная. Это первое. Второе. Должна быть слаженная команда, как часовой механизм, где каждая деталь на своем месте работает именно так, как она должна работать. И два, три, четыре гребца не вытянут всю команду. Команда должна быть слаженной. И, может быть, даже где-то более сильный спортсмен, он создаст проблему, потому что остальные не будут за ним успевать. Он будет подстраиваться под менее сильных, а не наоборот. Ну, вот такие особенности. Вот еще вопрос. Вы сказали возрастных ограничений, ну, 40+, да? А есть какие-то вот ограничения телосложения, вес, там, еще какие-то? Или просто вот человек желает, хочет, и все, он садится и тренируется? Ограничений не существует, и разные команды, как бы, экспериментируют. И если мы посмотрим первые регаты, мы же не знаем, как это все проходит, что требуется там в лодке. И многие команды, многие коллективы сажали в лодку таких ребят покрупнее, поздоровее. А потом поняли, что здесь нужны люди по суше, которые не будут топить лодку, жилистые, да, выносливые. Но хотя, опять же, это тактика каждой команды или стратегии, как хотите. И мы видим в лодках и людей такого, ну, вполне такого атлетического античного телосложения, да? Там разные люди есть. Опять же, это, это та, как бы, стратегия команды, которую она выбрала. И, собственно, какая стратегия является правильной, показывает каждая конкретная гонка, каждый конкретный заезд. Хорошо, но вот две президентские регаты выиграла администрация президента. Вы в составе экипажа администрации президента? Да, да. Это случайность? Расскажите еще, может быть, для других участников, как вас победить? Да, как в любом виде спорта. Знаете, тут, понимаете, вы задаете вопрос, случайность или это закономерность? Ну, во-первых, мы тренируемся на, так сказать, на живой воде, да? То есть это не канал. Тут есть течение. Даже в разное время суток Днестр может вести себя по-разному. И есть такое понятие, там первая вода, которая ближе к старту, вторая вода, которая дальше. Ой, это же так, да? Это разыгрывается даже жеребьевкой, есть борьба, какая вода лучше, потому что разное течение, разная высота как бы воды, то есть где-то отмель, уже лодка идет тяжелее. Там очень много особенностей. Плюс, опять же, коллектив, 10 человек плюс рулевой. Где-то кто-то один ошибся, где-то сбился, где-то поторопился. Вот уже фактор случайности, который может влиять, а счет идет на десятый, на сотый, на сотый секунды. Произвести с кем угодно, да, с любой командой. Да, и, конечно, фактор случайности, везения, удачи, он всегда присутствует. Сколько вы тренируетесь? Сейчас, секундочку. Но есть еще фактор успеха, да? Удача – это случайность, успех – это результат затраченного труда. В данном случае тренировки. Как в любом виде спорта, тренировки, тренировки, тренировки. Вот наша команда тренируется круглый год. И зимой, и выходили в снег, и в снег, и в мороз. Секрет успеха, да. Но хочу сказать, что мы как бы объективно смотрим на вещи, как команда, и понимаем, что ничего не предрешено, и борьба будет очень острая. Надо работать и бороться. Знаете, иногда легче завоевать какую-то вершину, чем ее удержать. Чем ее удержать, да. Теперь все, у всех есть ориентир, и кого надо сбросить. Да, да. И мы понимаем, что борьба будет очень сложной. Мы знаем, что есть очень сильные соперники, сильные в плане техническом, сильные в плане физическом, да, как бы функционал у них очень хороший. И очень мотивированные. Мы не рассчитываем на легкую победу абсолютно, но стремимся, конечно, как и все команды. Мы знаем уже, что это будет точно зрелищно. Но расскажите нашим зрителям, почему стоит прийти вот в пятницу и субботу, да, откуда будет лучше видно, где, откуда лучше болеть, и, может быть, готовите какой-то сюрприз, какое-то шоу будет. Да, что интересного на берегу будет. Конечно, для зрителей, где самая кульминация, на финише, да, старт могут оценить только уже как бы люди, которые понимают, что происходит, да, там оценить технику работы. Но финиш, он показательный для всех. И зрительная зона как раз размещается в районе финиша, где самое-самое. И там можно будет увидеть эмоции команд, эмоции, переживания, когда вот эти моменты, когда команда ждет, что скажет судья на финише, кто пришел первым. Потому что, опять же, Днестр, он изгибается. Иногда кажется, что твоя лодка пришла первым, но это смотря как с точки зрения нашей, а не с точки зрения того, кто смотрит строго по линии финиша. Оказывается, что лодка пришла другая там, да, раньше. Слушайте, так это очень сложно судить, эти соревнования получаются. Да, чрезвычайно сложно, поэтому есть такой инструмент, как фотофиниш, где, кстати, очень многие команды, и мы в том числе, ну, результат был только определен по фотофинише. К нему нужно обращаться. То есть конкуренция очень серьезная. То есть что будет еще интересного? Ну, будут стараться сделать какие-то фотозоны, там другие организаторы. Вот. Но в целом самое главное – это гонка. Почему нужно прийти? Ну, потому что это действительно интересно, увлекательно. Это зрелищно. Это, ну, задумывается как спортивный праздник, где очень много людей. Вот. Ну, музыка, такой драйв, эмоции, восторг. Понятно для всех, что та идея, которую вот озвучил Вадим Красносельский несколько лет назад, о том, что вот гонки на лодках-драконах должны стать вот массовым видом спорта, привлечь всех людей к нашей прекрасной реке. Мы видим, что эта идея воплотилась в реальность, и очень в хорошем таком виде приглашаем всех на гонку в пятницу и субботу на набережную в Тирасполе. Спасибо большое. У нас в студии был представитель администрации президента Александр Березовский. Ну, а это было экспертное мнение. Сразу после нас смотрите новости. Самое интересное и важное событие дня. Не переключайтесь, оставайтесь в ТСВ.